Комиссия по этике рассмотрит поведение лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Три фракции, Единая Россия, КПРФ и Справедливая Россия высказались за то, чтобы он принес свои извинения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также рассчитывает, что лидер ЛДПР извинится за оскорбительные высказывания в адрес своих коллег. Во время выступления на пленарном заседании Жириновский заявил о давлении на депутатов ЛДПР в подмосковной Рузе. И она еще просит, чтобы мы не говорили. Сто раз будем говорить. Бандиты и воры в Московской области. А депутаты от нее некоторые тоже корруппированы. И вас подсюда дадим. В марте следующего года въеду в Кремль. Я вас буду расстреливать и вешать. Негодяи и подлецы. Больше всего Владимир Жириновского возмутил то, что за руководство Московской области вступились парламентарии от этого региона, в частности Оксана Пушкина. Перепалка между ними продолжалась при выключенных микрофонах. После этого вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил, что любые политические выступления могут быть эмоциональными, но не оскорбительными и хамскими. В ответ лидер ЛДПР сказал, что не намерен извиняться и вывел свою фракцию из зала заседаний в знак протеста. Малорина сидит незаконно. Вы все сидите незаконно. Единая Россия. Малорина. И за это вас будут судить. Или в следствии в году, или в чистоте. Малорина. Незаконно сидите. В кассе протеста выгибает зал. Эмоции, эмоции. Оставайтесь с вами. Они не жалуются. Они не жалуются. Они, местные депутаты, незаконно сидят в зале заседания без властной думы. Вас нужно выгнать всех отсюда. Эмоции, вас беспокоят. Малорина. За вас не ругаетесь. Уже после перерыва депутаты ЛДПР начали возвращаться в зал пленарных заседаний. Участница скандала Оксана Пушкина, депутат Госдумы от Русского района Подмосковья, пояснила, что уже не первый раз вступает в перепалку с Жириновским. Она отметила, что у него не было повода для такого бурного выступления и призвала своего коллегу к конструктивной работе. Балаган, который иногда происходит, он должен прекратиться. У нас есть серьёзные законы, серьёзные работы. Более того, Владимир Вольфович, когда он не входит в раж, мне его очень приятно даже слушать местами, понимаете? Когда он начинает заводиться, всё куда-то уходит. Мозги, пруд эмоций, ну так невозможно. Поэтому я заработаю и перестать выяснять отношения.